привет друзья сегодня мой с вами канал я и мой хвост я его автор и ведущий али сегодня я хотел с вами поговорить об эмоциональной так сказать окраски ваших команд то есть вот вы сейчас приобрели щенка до щенок ваш вы только выстраиваете свои взаимоотношения и если у вас не не было опыта общения с собаками то сразу вам хочу сказать о том что о том что когда вы собака выполняет у вас щенок ваш выполняет положительное какое-то действие да и вы его начинаете хвалить и когда собака у вас выполняет нежелательное какое-то действие вы начинаете его ругать и некоторые из пользователей вот мне присылают сейчас видео я заметил что здесь интонация не меняется то есть вот смотрите у вас сейчас дома находится маленькое существо которое в принципе еще не человеческой речи не знает не знает как правильно с вами общаться и вы на одной и той же интонации пытаетесь ему объяснить что он делает хорошо это что он делает плохо то есть вот вот например агвар иди ко мне ко мне иди я вот сейчас его буду хвалить вот он подошел да я его сейчас буду хвалить и причем заметьте мою интонацию да ай молодец хорошо ай браво ай умница ай хорошо ай молодец сидеть то есть заметили да то есть я сменил интонацию и поощрение выказываю свои собаки когда я собака делает что-то неправильно то есть я уже совершенно другой интонации должен буду произнести то есть плохо не хорошо нет вот это очень важный момент потому что собака пока еще щенок маленький он не понимает слова которые вы ему говорите но вот эмоциональную раскраску он понимает очень четко тем более что ваше эмоциональное состояние при этом как вот я не знаю как радиоволны воспринимаемые приемником так и собака ваше эмоциональное состояние понимает очень четко то есть и когда вы еще даете голосом подкрепление вот свои эмоциональное состояние это собака понимает очень хорошо так же чтобы я еще хотел добавить к этому ролику то что сейчас у вас дома щенок да и вы выстраиваете взаимоотношения свои собака вас учится понимать и вот здесь вот вот очень важно когда вы научите собаку понимаешь когда она делает хорошо когда она делает плохо то есть в любом поступке да то есть но есть запретительная команда фу там нельзя там до которую вы потом впоследствии будете учить но сейчас пока вот вы до 6 месячного возраста ведете щенка когда вы выстраиваете вот эту свою суррогатную стаю научите пожалуйста щенка такому маркеру как маркер нет то есть вот собака сделала что-то неправильно любое действие какое-то делала неправильно вы говорите и опять же с эмоциональной раскраской нет нет нельзя то есть вот когда собака делает хорошо вы говорите да молодец хорошо то есть вот я свою собаку вел заблуждение посмотрите на его морду не понимает вот эти два маркера знает очень хорошо но в то же время стоит недоумение вроде ничего такого не делаю но тут же его поощряет и в то же время его не поощряет это в дальнейшем вам поможет то есть когда собака будет понимать что она сделала хорошо и когда она понимать будет что сделала плохо то есть запомните вот вывод какой из нашей передачи сегодняшний о том что нужно выучить два маркера это первый маркер да и маркер нет ну вы можете любые другие слова какие-то какие вам нравится заговорить собаки там а тут и мне а тут там чего угодно вообще вот и второй вывод о том что нужно эмоционально раскрашивать ваши слова все с вами был канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег и мой хвост акбар и